Нихао, бродяги! Сегодня у меня спортивный выпуск, и я отправляюсь в самый дешевый спортзал в Гоа, где разовое посещение стоит всего лишь 100 рублей. Вчера мы с Федором занимались на пляже, и он предложил поехать в зал, чтобы пожать от груди максимальное количество килограмм на один раз. Я занимался пурлифтингом 10 лет, и жим лёжа был моей любимой дисциплиной. Мои лучшие результаты это 175 килограмм при весе 80-19 лет, и это был мировой рекорд среди юношей. А потом я пожал 200 килограмм при весе 90 примерно уже 22 года, и 210 килограмм при весе 100 в 23 года. Сейчас мне 28, я уже не занимаюсь 5 лет, вешу примерно 78 килограмм. Мне интересно, на что я сейчас способен, вот, поэтому мы сейчас отправимся в зал, посмотрим на это всё дело. Заодно посмотрим, на что способен Фёдор, и это безумно интересная история, по крайней мере для меня и для людей, наверное, которые занимаются спортом. Погнали! Здорово, красавчик! Здорово! Ой, а ты не боишься со мной? Ну поехали! Ну поехали! Мы приехали в фитнес-центр какой-то, называется фитнес-хаб. Пешком сюда не дойдёте, если там же, где и я будете жить. Погнали, прикольно, что он наверху. Ооо, качалочный дух здесь. Кайф. Тут в спортзале и помолиться можно заодно. Видок тоже нормальный. Итак, у нас взвешивание. Давай, Федя. Тут уже 60 грамм. Ничего страшного. 73, 200. Отстой. Отстой. Ну ничего, давайте-то я. Я тебе-то я. Давай, давай. Покажи. 77. А давай одежду снимем? А, ну хотя ладно, похер, пусть так. 77, погнали. Мне тут прикольно, как на улице вообще. Это что, бассейн? Да. Нереально там купаются? Да, и купаются стираются. А, стираются. Круются. Лё, что, здесь разминаться будем? Я здесь не стираюсь. О, прикольно. У нас реально ты просто сам по себе выглядишь, как, знаешь, типа, фитнес-инструктора с 90-х. А я типа в образе просто повязочку надел. Блин, ну какова красота, а? Я бы даже в спорт вернулся, если бы с таким видом занимался. Офигенно. Конечно, в каждом спортзале, я считаю, должен быть идол на стене. Железная армия. Привет, подписчики! Ну что, мы приступаем к нашему жиму. Я начинаю с разминки 50 килограмм на 10 раз. Я кручу за счёты, правда, кулею. Я кручу за счёты, правда, кулею. Если честно, у меня уже после двух разминочных подходов забились нереально плечи. У меня ещё порвано акромиально-ключичное сочленение. Вот, я поэтому немножко переживаю, но чувствую в себе силу и энергии. Сейчас только... Сколько? 9 утра, да? Сейчас только 9 утра, да, а мы припёрлись в самую раннюю. Но тут так круто вообще, меня врёт нереально. Мало отдохнул, наверное. Ничего, ещё у него всё получится. На штанге уже 115, это уже серьёзный оборот. Вот эти все блины по десятке, вот этот 7,5 и 2 по пятёрке. Я сейчас буду рвать, просто разрывать, качать, жать. Пошёл! Дядя идёт на 95. Погнали! Ну а тут дело принимает суперсерьёзный оборот. Вот вообще уже 125 килограмм. В моём весе килограмм 130, наверное, это уже КМС. Так что я, в принципе, даже не занимаясь 5 лет, уже выхожу на такой уровень нормальный, так сказать. Сейчас посмотрим, получится или нет. Но я чувствую в себе энергию, чувствую. Папа! Папа! Какой вообще! Дрищ! Ну 120 давай попробуем, наверное, ещё. Да, я 120 попробую. 120 должен пожать. Когда-то я 120 жал на 14 узким хватом. Я вышел на балкон, чтобы настроиться на 120, потому что 125 у меня совсем не пошло. Я, когда заканчивал со спортом, уезжал на пике, жал 210. А сейчас вес, которым я реально разминаюсь, он у меня просто придавливает. Но это нормально, не имея столько практики, потому что после того, как я закончил карьеру, я в зал раза три всего заходил, и то так, погоняйся туда-сюда. Вот, в общем, сейчас настроюсь на 120 и по-любому пожму. Так, 120 килограмм, вторая попытка, можно сказать, 125 придавило. Ну всё, я теперь в зал точно не ногой после такого позора. А сейчас я хочу показать вам очень крутое упражнение для укрепления ротаторной манжеты плеча. Ну или просто для укрепления плечевого сустава. Делайте это упражнение хотя бы один раз в две недели, и у вас очень хорошо укрепится плечевой сустав. Метро люблино. Ё-ё-ё-ба-то, мы работаем. Блин, зал, оказывается, работает до 10, и мы только разогрелись, по сути, уже нужно уходить. Федя доделает последнее упражнение. Ну сейчас, может, тоже одно какое-нибудь упражнение сделаю. Но это очень крутое, давно позабытое чувство вот этой качалки, знаете, советской такой. Прям, я прям кайфанул. Как тебе, Федя, наш тренировок? Классно. Классно вообще. Ну абонемент, конечно, покупать не буду, нафиг он мне нужен. Я и так как бы соточку отдаю, извините, это целый приём пищи мой в день. Вот. Но мне нравится, нравится, да, классно. Как он стоит? Подписывайтесь на мой инстаграм, да, там крутые тиктоки, рилсы. Спасибо, ребята, пока. Пока. Удачи, удачи. Ну а мы с Федей сейчас поедем в Грантик закрыть белково-углеводное окно. Скушаем по талию. И на этом, в принципе, сегодняшний влог я хочу закончить. Он получился такой спортивный, лёгкий и короткий. Всем желаю удачи, хорошего настроения. Всё, всем спасибо. Всех люблю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok